Чёлым, чёлым, всем весёлым, хуу! У вас на экранах, здесь, здесь или где-то здесь, видна коми-поговорка или пословица. И данное приложение объясняет, почему мы здесь косим сено. Чёлым, Доной Ортес, рад, что вы смотрите моё видео. Я вам хочу загадать коми-загадку, ответ на которую напишите в комментариях. Слушаем. Пыдастам пельса, яй пуктома. В катку без дна мясо положено. Что это такое? Отгадайте в комментариях. Правильный ответ скажу в следующем видео. Секретное блюдо я правда приготовлю, но это произойдёт где-то на пятой минуте. А пока посмотрите сюжет про сенокос. Бамбим! Период сенокоса в районах коми начинался по-разному. Южные коми приступали к сенокосу после Тихоного дня, 29 июня. Коми средних районов после Иванова дня, 7 июля. Северные после Петрова дня, 12 июля. Сенокос разделялся на подготовительный период и период завершения. Подготовительный период перед сенокосом как средство духовного и физического очищения. Что ж, про сенокос вам рассказал, а теперь перехожу к вашей любимой части, к видео очерку. После того, как положили траву, ей дали подсохнуть 3 дня. И сейчас мы едем по печоре убирать сухое сено. Субтитры создавал DimaTorzok Расскажу чуть-чуть, что вы видели сейчас, пока ехали. Вы видели катер, на нем были машины. Это нам всего в магазины везут груз. Значит, сегодня на ужин будут свежие продукты. Сегодня весь день надо работать. Все это сено убрать в стога. Смотрим дальше. Накануне сенокоса у Северных Коми завершалась пора Петровского поста. В преддверии наступления сенокосной поры не принято было вслух жаловаться на тяжелый труд. На предстоящую работу. Я не один. За моей спиной целая армия. Знаю, вы желаете доставлять приятное людям. На моем канале вы можете поздравить своих друзей, знакомых или родственников с их днем рождения или другим праздником. Просто напишите мне вконтакте и мы обсудим, какое поздравление вы желаете и в какие сроки. Сделаю все креативно и от души. Так устанавливают жерди. Благодаря им сложенное между ними сено держится до зимы. А зимой по снегу сухое сено возят скоту. Современная реальность позволяет заготавливать корма в кратчайшие сроки. Но перевозка техники довольно трудный процесс. Поэтому в этом году мы трудились вручную. Наступилась самая ожидаемая часть сенокоса. Обед. В комикультуре считалось, что сенокос несет обновление душе и телу, покосные травы, сплетенные травяные пояса, давали человеку здоровье, избавляли от многих болезней, выполняли функцию оберега. Сегодня я приготовлю картофельные оладьи. Готовим! Для этого нам понадобится Картофель 450 грамм. Два зубчика чеснока. Половинка лука, это около 50 граммов. Одно яйцо. Соль меньше половины чайной ложки. Манка. И щепотку укропа. Картофель пропустить через мелкую терку. Обязательно слить воду. Пойду отлю. Кстати, говорят, что вода полезна от язвы желудка. Чесночка добавим, чесночка. Мелко нарезать лук. Добавить сырое яйцо. Посолить. Добавить укроп. Все это перемешать до однородной массы. Посыпать манку. Снова перемешать. Тесто жарить на сковороде с подсолнечным маслом до образования хрустящей корочки. Вот что у нас получилось. Приятного аппетита! Это блюдо отлично подойдет для перекуса на сенокосе. После обеда мы еще трудились. Но я считаю, что видео пора завершать. Потому что вся информация о сенокосе передана. Благодарю за просмотр. Если понравилось, не забудьте подписаться. Поделитесь с друзьями. И поставьте лайк. Я стараюсь для вас. Всем удачи. Пока. И специально в такой знаменательной дате я вам подготовил топ-5 зажигательных песен от авторов Республики Коми. Бамби! Сестры и братья Зевы джитайте Зевы джитайте Сестры и братья Сестры и братья Зевы джитайте Зевы джитайте Зевы джитайте